Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир! Лето вступило в свои законные права и у нас добавились новые хлопоты. Заготовка травы, сена и мульча для компоста и на подсилку домашним животным. Не секрет, что многие садоводы держат на своих приусадебных участках хотя бы в летнее время. Курочек, кроликов для своей домашней продукции. Приятно взять утром свежее яичко и сделать яичницу подкрепиться и заняться садовыми делами. Конечно, животным нужна подстилка, нужен корм, и поэтому мы выкашиваем все соседские заброшенные участки. Кто-то выезжает, кто-то приводит, конечно же, в порядок лужайки перед домом, газоны, расчищает дорожки, ведь участок должен быть опрятным. Помогает нам в этом, конечно же, триммер. Не все умеют косить косой, да и бывает площадь травмоопасный инструмент. Лично я траву использую повсеместно. Не первый сезон я рассказываю о пользе мульчирования, о посте производства собственного компоста. Видели в моем обширной компостнике труд большой, травы много, объем большой. Раньше у меня были помощники. В этом году, в этом сезоне я должна справляться в одни женские руки. Косить я не умею, косой пользоваться, поэтому я использую максимально помощников, которые облегчают мой женский труд. Использовать я буду аккумуляторный триммер от торговой марки Greenworks. Я долго выбирала, спрашивала коллег, кто пользуется уже инструментом, и составила свое мнение. Мне необходим был легкий инструмент, то есть он весь около четырех килограмм по руке, чтобы у меня не уставали ни руки, ни спина. Удобная ручка должна быть. Никаких выхлопов. Я только из экологически чистой технологии. Удобно заряжается. В промежутках между, скажем так, сеансами козьбы у меня проходит примерно около часа, заряжается аккумулятор. Я успеваю выкосить определенную площадь, переносить ее на участок, заложить в компост, пролить, задать корм кроликам, освежить им подстилку и с новыми силами приступить к новой работе. Мы с вами уже видели, как в тепличках мы эмульчировали травой. А сейчас я накажу травы, и мы с вами продолжим наш трудовой рабочий день на приусадебном участке. Трава по пояс. Работы у меня много. Посмотрите, как она сочная, зеленая и просится кроликам и в компост. Конечно, кроликам она грубовато. Эту травку я буду использовать для эмульчирования в теплицах и для формирования компоста. Не забываем про средства защиты, защищаем глаза. Кстати, если вы косите в незнакомом месте, лучше, конечно, надеть резиновые сапоги, потому что неизвестно, какая фауна может быть в высокой траве. И пользуйтесь средствами защиты от насекомых. Осматривайте себя после козьбы на предмет клещей. Нажимаем на предохранитель и приступаем к ольпе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, сомневалась, возьмет ли леска диаметром 1,65 мм крупную грубую траву. Ничего подобного. Она ее рубит с успехом. Главное, держать триммер правильно и немножечко контролировать ширину прохода. Кстати, ширина прохода у этой модели 30 см. Работает легко. У нее такая д-образная ручка для придерживания. Высоту ручки вы можете отрегулировать по своему росту. Триммер легко сложить, перевести. Дать, например, своим друзьям в помощь при козьбе на их участках. Если планируете хранить его дома, он легко собирается и хранится в компактной упаковке. Кстати, когда я его забирала сама, я думала, что это какая-то громоздкая модель, большая коробка. Ничего подобного. Я спокойно ее взяла, кругля под мышку, донесла спокойно до машины. Вот у нас сейчас травы уже примерно на полтеплицу. Давайте возьмем ее, отнесем и замульчируем наши огурчики. Вот мы в огуречной теплице. Я вам много рассказывала о мульчирне. Посмотрите, еще раз повторюсь. Под мульчей какая рыхлая, воздушная и в меру влажная почва. Она не пересыхает. Почтный биота активно развивается. Кроме того, мы по мульче поливаем все наши посадки фитоспорином, и мульча постоянно оседает. Она перерабатывается, в свою очередь становится частью почвы. Поэтому я регулярно хожу на те самые участки, регулярно там выкашиваю. Теперь у меня есть помощница. Не нужно никого ждать, звать. Можно взять самой, пойти и накосить нужное количество травы, какое мне сегодня необходимо. Небольшими порциями я раскладываю свежую траву уже поверх уложенной мульчи. Если вы выкладываете свежую траву, допустим, поскосили газон, мелкой травкой у вас, следить за тем, чтобы близко к корневой системе не класть свежую траву. Она начнет гореть и может причинить листочкам нежной корневой системы. Особенно у кусок корневая залегает поверхностный ожог. Поэтому без фанатизма раскладываем. Лучше еще раз подбавить. Процесс этот неутомительный. Я очень довольна своим выбором. Теперь я более самостоятельная женщина-садовод. И кролики мои будут довольны. Вовремя у меня у нас свежая травка будет. Вовремя у меня будет кроличья подстилка на лоз, а, соответственно, живая органика для моих растений. Вот сейчас я продолжу работу. Аккумулятор у меня подзаряется, и я смогу скосить новую порцию травы. У меня, кстати, новый компостник. Мужчины мои постарались, а, соответственно, больше компоста мне нужно заготовить. И больше накосить травы. Теперь я во всеоружие. Всего доброго. Содержите свои участки в чистоте. Вкусные вам домашние продукции и здоровых растений.